Всем привет! Этот выпуск Screencast посвящен таймерам в Node.js. В нем я постараюсь в первую очередь рассказать о тех различиях, которые есть между таймерами в браузерах и в Node.js. Для этого я открыл документацию, и мы видим, что несколько методов здесь очень похожи. SetTimeout, SetInterval, ClearTimeout, ClearInterval работают практически одинаково, что в Node.js, что в браузерах. А вот дальше уже начинаются различия. И первое отличие мы посмотрим на примере такого вот сервера. Как видим, сервер здесь очень простой, это можно сказать абстрактный HTTP сервер, который слушает порт 3000 и что-то там делает, неважно что с запросами. В определенный момент, например через 2,5 секунды, мы решаем прекратить функционирование этого сервера. При вызове server.close сервер прекращает принимать новые соединения, но пока есть принятые, но не оконченные запросы, они еще будут обрабатываться, и только когда все соединения будут обработаны и закрыты, тогда процесс прекратится. В данном случае я запускаю. И если никаких запросов нет, то через 2,5 секунды, о, как видим, процесс завершился. Все пока понятно, все предсказуемо. А теперь предположим, что по мере работы этого сервера, я хочу постоянно получать информацию об используемой памяти в консоли. Что ж, нет ничего проще. Каждую секунду выводим и специальный вызов Process Memory Usage. Итак, запускаю получившийся сервер и смотрим. Информация, информация, сервер работает, работает, работает. Но в чем же дело? Почему процесс не завершился, ведь прошло больше уже, чем 2,5 секунды? Конечно же во всем виноваты вот эти строки. Как мы помним, за таймеры, за события ввода-вывода отвечает библиотека LibUV. И пока есть активный таймер, LibUV не может завершить процесс. Что делать? Давайте рассмотрим несколько решений. Первое решение, это сделать скулбэк функции Close, которая сработает, когда сервер полностью закроет и обработает все соединения, и в нем написать Process Exit. Давайте-ка попробуем. Работает. С одной стороны нормально, с другой стороны как-то это уж слишком брутально, Process Exit это просто жесткое пребивание процесса. Давайте чуть-чуть мягче. Сделаем Clear Interval, таймер. Будем очищать конкретно вот этот таймер. Ну-ка. Тоже все хорошо, но архитектурно и это решение далеко не самое лучшее. Потому что подумаем, вот сервер, он может быть в одном файле, а этот Set Interval может быть вообще в другом модуле. А может быть еще и третий модуль, который тоже держит какой-то свой сервер, или осуществляет какие-то свои операции. И представим себе, что будет, если мы здесь Process Exit сделаем. В этом случае вообще весь процесс умрет, и даже те операции, которые сервера не касаются, если они есть. Плохо. Что ж, Clear Interval. Теперь просто остановится вывод в этих сообщении, но другие операции продолжат выполняться. Это чуть лучше, но все равно не так хорошо. На самом деле, правильное решение будет в использовании специализированных возможностей Node.js. А именно, вот здесь я оставлю Close, как и было. А для Set Interval я использую специальный метод, который называется Timer.unref. Как видим, в отличие от браузерного JavaScript, здесь таймер это объект. И метод unref указывает libUV, что этот таймер является второстепенным. То есть его не следует учитывать при проверке внутренних ватчеров на завершение процесса. Давайте я запущу. И теперь, как только сервер закончит работу, то есть как только не останется никаких других внутренних ватчеров, кроме вот этого таймера, который unref, процесс, как видим, завершился. Есть еще и метод ref. Он является противоположным unref. То есть если я сделал таймер unref, потом передумал, вот я могу вызвать метод ref. На практике он используется очень редко. Видите, как будто unref не было. Все работает. Почему это решение лучше? Да просто потому, что здесь таймер просто указывает, что он не важен, что по сути нам и требуется. Никаких побочных эффектов это не несет. Обращаю ваше внимание, что метод unref есть не только у таймеров. Он есть кроме таймеров, еще и, например, у серверов. Или у сетевых сокетов. То есть я могу сделать сетевое соединение, которое тоже не будет препятствовать завершению процесса, если оно почему-то не важно. Далее мы видим методы setEmediate и clearEmediate. Они тоже отличаются от браузерных. Для того, чтобы лучше это понять, рассмотрим следующий пример. У нас есть веб-сервер, и там функция обработчики запроса понадобилась выполнить какую-то операцию асинхронно. В браузере для этого обычно используется либо setTimeout0, либо вызов setEmediate, или его эмуляция различными хаками. Но, обращуя ваше внимание, в браузере немножко по-другому работает событийный цикл, и setEmediate браузер на немножко не тот, мы сейчас его обсуждать не будем. Посмотрим, что в ноде происходит сеттаймаут0. Когда сработает этот код? Можем ли мы гарантировать, что он выполнится до того, как придет следующий запрос? Конечно же нет. Сеттаймаут выполнит его в ближайшее время, но это совершенно непонятно. Может быть до следующего запроса, а может быть и после. Однако, есть такие ситуации, когда мы должны четко знать, что некий асинхронный код выполнится до того, как в ноду придет следующий запрос, или вообще, любое следующее событие ввода-вывода. Например, потому, что мы хотим повесить обработчик. Скажем, у нас есть реквест, и мы хотим повесить на него в этом setTimeout обработчик на следующие данные. И мы должны точно знать, что этот обработчик повесится до того, как эти следующие данные будут просчитаны. Для решения этой задачи, в ноде есть специальный вызов. ProcessNextTick. Он, с одной стороны, сделает выполнение функции асинхронным, то есть она выполнится после выполнения текущего JavaScript. С другой стороны, он гарантирует, что выполнение произойдет до того, как придут следующие события ввода-вывода, таймера и так далее. То есть вот здесь будет это выполнение. И более того, если при обработке этой функции ProcessNextTick выяснится, что нужно что-то еще тоже асинхронно запланировать, то вложенные рекурсивные вызовы ProcessNextTick тоже добавят выполнение функции сюда же. Таким образом, мы можем гарантированно повесить обработчики, и они сработают до того, как придут какие-то еще данные. Бывает и другая ситуация, когда мы хотим сделать функцию асинхронной, но при этом не тормозить событийный цикл. Частный пример, это когда у нас есть большая вышлительная задача, то чтобы JavaScript не блокировался здесь надолго, мы можем ее попробовать разбить на части. Одну часть запустить тут же, а другую запустить так, чтобы она сработала на следующей итерации этого цикла, и другая на следующей, и так далее. Для реализации этого в Node.js есть вызов SetImmediate. Этот вызов как раз и планирует выполнение функции так, чтобы она с одной стороны сработала как можно скорее, а с другой стороны на следующей итерации цикла после обработки текущих событий. Рассмотрим отличия между NextTick и SetImmediate на конкретном примере. Здесь я использую модуль fs для того, чтобы открыть файл. Открытие файла здесь просто, как вариант операции ввода-вывода. Когда файл будет открыт, то сработает внутреннее событие LibUV, которое вызовет эту функцию. И дальше я через SetImmediate и NextTick планирую вывод сообщений. Посмотрим, в каком порядке они выведутся. Как вы думаете, в каком? Запускаю. Итак, сначала, конечно же, вывелось NextTick, потому что NextTick планируется по окончанию текущего JavaScript, но до любых событий ввода-вывода, то есть до реально открытия файла. SetImmediate сработала после ввода-вывода, потому что она так запланировала выполнение. А если бы сюда добавился тайм-аут 0, где был бы он? А вот неизвестно, может быть и здесь, а может быть и здесь. Гарантий нет. Итак, мы рассмотрели, чем таймеры в Node.js отличаются от браузерных. Во-первых, это влияние на завершение процесса и методы ref-unref. Во-вторых, это то, что есть различные setTimeout 0, есть process NextTick и есть setImmediate. В большинстве ситуаций используется NextTick. Он гарантирует, что выполнение произойдет до новых событий, в частности, до новых операций ввода-вывода, до новых данных. Как правило, это наиболее безопасный вариант. Ну а setImmediate планирует выполнение на следующую итерацию цикла, после обработки событий. Как правило, это нужно либо тогда, когда нам без разницы обработаются какие события или нет. То есть мы хотим что-то сделать асинхронно и нам не хочется лишний раз тормозить событийный цикл. Либо при разбитии сложной задачи на части, чтобы одну часть обработать сейчас, другую на следующей итерации цикла, следующую потом. При этом получается, что задача с одной стороны постепенно делается, а с другой стороны между ее частями могут проскакивать какие-то другие события, другие клиенты. И серьезной задержки в обслуживании не произойдет.